Может наш шейх прокомментировать сегодня? Вопрос посещения больного. Имеется в виду больного коронавирусом. Не является ли это исключением из шести прав мусульманина, одним из которых является навещать больного? Так, мы знаем, согласно хадису пророка, у одного мусульманина над другим шесть прав, и среди них посещение больного. Если кто-то госпитализирован, не разрешено его навещать. Это первое. Второй момент. То, что если у кого-то наблюдаются симптомы, или у кого диагностировано, даже не обязательно, чтобы было именно диагностировано. Тесты не у всех есть. Так что, если даже симптомы есть, то нужно изолировать человека и избегать контакта с ним. И не нужно навещать его. И это не значит, что мы нарушаем право мусульманина. Просто это уважительная причина. Конкретно в таких случаях, просто временно, ты его не навещаешь. Как угроза заражения исчезнет? Навестишь, конечно. Аллах за намерение наградит иншаллах. Но в текущей ситуации нельзя навещать. Насчет этого, кстати, еще можно сказать, что мусульмане, которые регулярно молились в мечети, коллективные намазы читали, теперь не могут читать вместе, потому что мечети были закрыты. Намерение это у тебя есть, но ты не можешь пойти. И в такой ситуации правильно не ходить. Но Аллах Всевышний наградит тебя за твое намерение. Так что не думайте, мол, ну вот, как же теперь, получается, права мусульман нарушаем, не навещаем их, награду упускаем. Такого нет, Аллах все равно наградит. Всемогущий он и велик. Наградит по намерению тех, кто правильно поступает, у кого правильное намерение и кто не усугубляет ситуацию. Так что права мусульман мы не нарушаем. Наоборот, сейчас правильно так действовать. Так что не навещайте их. Мы же не хотим, чтобы вирус еще больше распространился. Больше, чем есть. И как только появится возможность, как угрозы минуют, то навестим, конечно, и сделаем эту важную сумму, иншаллах.